Народное славянское радио Мира и добра, уважаемые слушатели Народного славянского радио. С вами снова я, Елена Андреева, и моя соведущая Екатерина Нагаева. Мы продолжаем тему осознанной роды и беременности. Почему не приходят дети? Катя, здравствуй. Здравствуй, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно опять вас видеть и чувствовать. Катя, в прошлой программе мы рассказывали про причины, почему не приходят дети с позиции божественного уровня. Можно напомнить, что мы пришли в прошлой программе к тому, что у Творца нет бесплодия. Нет бесплодия, нет того, что дети не могут прийти к родителям. То есть Творец богат и всех наделяет детьми. То есть проблемы в основном создает сам человек. И дошли мы дальше с уровня Творца до звездного уровня. И я тебя сейчас попрошу рассказать об этом подробнее. Что происходит с душой на звездном уровне? Ну да. Я, во-первых, хотела пояснить, что проблемы не всегда надуманные самим человеком. Они могут быть как кармически идти там. И из прошлых жизней кармически наработанные. В этой жизни. А также очень много родовых проблем и задач. Конечно, много человек себе надумывает. Но приобретенные самим человеком, точнее будет сказать. Да. Много человек, конечно, может себе и надумать. Как правило, надумывает. Это очень часто при психологическом бесплодии. Но также очень большую роль играют различные уровни, про которые мы как раз и говорим. Уровень Творца. И мы говорили про уровень Творца, что там, в общем-то, и нет бесплодия. У каждого человека, у каждой женщины, у мужчины есть свой малыш, есть свой ребеночек. И там все просто, совершенно однозначно. И мы говорили про институт приемного тогда родительства. Кстати, передача тогда закончилась. И я думала, интересно, как получилось. Как будто реклама. Берите детей из приюта. Но вот хочу пояснить немножко в этой тоже передаче. Потому что то, что эта тема пришла к нам совершенно внезапно. То есть мы начали рассматривать, почему не приходят дети. Начали смотреть, что там у Творца. И вот она выплыла совершенно случайно. Причем, когда мы работали все девочки вместе, она выплыла у всех одновременно. Что когда мы задались вопросом, а что же делать тем, кто не может иметь детей от природы, и может быть детство. Ну и, наверное, еще и сами, те, кто знакомился с вашим проектом, среди них встречались такие женщины и мужчины, которые тоже задавали такие вопросы. Задавали такие вопросы, да. Такие компрометируйся. И на них вот мы нашли. Сподвигли вас на этот труд, да? Нашли однозначный ответ, что нет своих, берите чужих. И знаете, есть такая даже интересная ситуация. И я не первая, кто скажу это. Далеко не первая. Когда берут приемного ребенка и следом зарождается свой. Очень часто. Ну да, сегодняшняя наша передача будет посвящена звездному уровню. Что же там на звездах? Когда уже душа вылетела от Творца и попала на звездочку. Почему же она с нее не может слететь дальше? Да. Вот, пожалуйста, расскажи, какие причины, которые появляются на звездном уровне, мешают этой душе, препятствуют? Что там происходит? Ну, я уже говорила о том, что после того, как Творец дал ускорение своему детищу новому, и душа полетела в один из чертогов, на одну из звезд. Она вот как конфетка. Чпок, вот звездные чертоги 16-ти, крутится вокруг определенного кола, образно, да. И душа, хопа, на свою звездочку, в свой чертог, как конфетка, в ячейку попала. Где совершенно она уникальна, где ее ждут, прям вот. Ее встречает женская и мужская сущности и начинают там ее обучать. Вот я тогда говорила, что одним из зачетов, которые сдает душа на звездочке, это она соединяет папу и маму в сотворчестве с Творцом, путем жизненных обстоятельств. Она соединяет папу и маму. Такое им полотно, такое событие интересное. Причем там вот наверху она очень радуется тому, это огромное творчество для нее. Она радуется тому, что она делает. Она радуется тому, что она растет. Ты красиво рассказываешь об этом. Ой, я когда об этом думаю, я когда вообще задумываюсь о том, как душа идет, как она свой путь проходит, как она рождается, а потом еще раз проходит свой там какой-то путь там после смерти. Это очень поразительно и прекрасно. Это не может не вдохновлять вообще на дальнейшие шаги. Вот. И про звездный уровень. Да, да. Так какие задачи у души на звездном уровне стоят? Вообще, чтобы говорить о причинах неприхода детей в явный мир с точки зрения звездного уровня, важно вообще понимать причины, которые кроются на этом звездном уровне. Важно понимать, что происходит в галактике. А в галактике происходит, как известно, рассвет. С 2012 года, да, Лена? С 2012 года происходит рассвет. И задача у всех душ на звездочке однозначная. Рассветляться. Соответствовать этому рассвету. То есть, немножко расскажу и поясню, да? Да, пожалуйста, расскажи более подробно. Что это, как? Ну, во времена ночи галактической появилась возможность у душ, находящихся в темной наве, активно перерождаться. Очень много душ пришло на эту землю таких затемненных. Они встречались, притягивали друг друга, притягивали опять темную душу и активно очень перерождались. И, знаете, и у светлых даже, те, которые шли с более высоких миров, со светлых звездочек. И у них была любая задача, лишь бы спрыгнуть. Лишь бы спрыгнуть. Лишь бы проявиться в этот мир, да? Лишь бы хоть как-то пройти через эту школу. Правда или неправда. Да, да. Лишь бы хоть как-то пройти через эту школу. Лишь бы хоть как-то прийти в явный мир, не сидеть там, а хоть как-то развиваться. Поэтому они шли совершенно на любые задачи. Вот сейчас даже мы смотрели с девочками. У нас проект построен еще так, что мы зовем к себе экспертов. Людей, которых мы смотрим на тонком плане, которых мы изучаем. И смотрим, что у них там, как они шли, как происходил их путь. И вот у многих сейчас возрастных людей, и даже не возрастных, вот моего возраста, там 30-25 лет, души шли зачастую под одну задачу, которую они брали на всю свою жизнь. Это, к примеру, объединить папу и маму. Вот представляете, у души задача, она спрыгивает под эту задачу, объединить папу и маму. И всю жизнь живет с этой задачей. Как интересно. То есть это получается в жизни, когда бывают такие ситуации, что вроде бы брак не по любви, кажется, что нужно жениться, потому что забеременела женщина. На самом деле это задача, которую поставила душа ребенка. Хоть как-то, да. Хоть каким-то путем. Да, то есть душа выбирает себе предназначение, а родители не дотягивают до каких-то высоких вибраций. Ну, хотя бы под эту задачу спущусь. Под эту задачу хоть... В результате со временем возможно создание действительно настоящего пара. Только потому, что ребенок несет вот эту энергию. У родителей появляется такая возможность, скажем так. Но без знаний тяжело это очень все сделать. Без труда над собой очень тяжело к этому прийти. И вот мы изучали одну девочку, а потом оказалось, что она не одна. То есть она пришла под эту задачу. А сейчас у нее уже и знаний масса, и видение. И вот она задает один и тот же вопрос. Я вроде вот живу, а вроде как-то чувствую, что что-то не то. И мы смотрим, а задачу-то она свою выполнила. И, в общем-то, можно из планеты улетать. Папа и мама объединила. Папа и мама уже живут там 40 лет. Припевая, чем вместе. А у нее уже своя жизнь, своих там четверо детей. И она вот как чувство внутреннее, как потеряшка. Вот как потеряшка. И мы смотрим, что она... И у нас родилась новая технология. Новая технология, что можно сходить на тонкий план и поставить себе более глобальную задачу на всю жизнь. Да, получается, что нужно по ощущениям ставить себе просто все новые и новые задачи души. Да, да. Причем такие задачи, которые лежат за пределами этой жизни. Если задача твоя жизненная стоит за пределами этой жизни, которую невозможно решить за одну жизнь, то тогда жизнь становится очень интересной, наполненной. Жизнь становится такой объемной. И вот одной из таких задач является, конечно, развитие. Это божественный закон. Постоянный путь к свету, путь к себе домой, туда, к дворцову. И получается, вот неотъемлемая часть вот этого развития духовного, в том числе родителей, является душа ребенка, которая к ним должна спуститься, прийти. Ну, однозначно, да, душа ребенка – это всегда тренер. Тренер для пары. И, ну, я тогда уже продолжу на чем-то. Да, мы немножко ушли в сторону. Это всегда у меня так. У меня всегда так. Я когда начинаю, дети, и мне все интересно, мне все, да. Но тем не менее. Но тем не менее, да. Была активная фаза затемнения, и активно появилась возможность у душ из темной нами перерождаться. Что они активно и делали. Перерождались, и все прекрасно там видят результат того, что. Ну, это было необходимо. Это было необходимо прежде всего для белой расы, потому что необходимо поставить белого человека на новый этап, на новый виток развития. Ну, знаете, вот светлый, еще светлее, еще светлее, еще светлее. Палитра такая. Это не очень интересно. Ну, и чего. А вот стать светлым после того, как затемнился, после того, как прошел через ночь, вот наш человек белой расы, да, они, пройдя через эту тьму, будут наиболее мощными. И светлость их будет совершенно другая. По вибрациям она будет... Она будет прекрасна. Ну, вот, смотри, вернемся на звездный уровень опять. Смотри, вот душа, вот она все прилетела на звездный уровень. Вот выбирает папу, да, в первую очередь ты говорила, что она почему-то папу выбирает еще. Однозначно, через рот отца. Это божественный закон белого человека. Ребенок спускается через рот отца. Вот она вот соединилась. И вот тут он раз. И является какая-то причиной то, что не может прийти в душу. Не может, да. Какие-то причины могут быть. Я сейчас, да, продолжу. Продолжу. Я все подступаюсь, подступаюсь медленно, как кошка. Что сейчас происходит? В темном приходить уже поздно, а белым еще рано. То есть мы находимся на таком вот только-только рассвет, только-только, знаете, как вот это вот солнышко встает. И перед солнышком, вот кто рассвет встречал, знают, такой ветер проходит. И вот сейчас мы находимся на фазе вот этого ветерка, вот этого, такого вот этого златого ветерка, приятного. И этот ветер, он всегда самый наполняющий, самый оживляющий. И так же у нас происходит в темном, уже поздно, а светлым еще рано. Поэтому мы сейчас видим активно, что проблема, бесплодие, проблема пар, которые не могут иметь детей, много вокруг, много. Да, это очень актуально. У меня там жена брата, несколько жен брата, вот прям одна за одна. Но у него кармически такая была задача. Были и очень много подруг, которые прям ходят с этой проблемой. И на самом-то деле задача, вот мы к ней подступили, слава богу, Катя Нудная. Главная задача галактическая у душ, которые находятся на звездах, это дотянуть папу и маму до уровня рассвета. Что такое бесплодие? Что такое неимение детей для той пары, которая хочет их иметь? Что это такое? А это мощнейший стимул, это мощнейший стимул вообще к развитию, чтобы начать копать и добираться до глубин своей души. То есть душа ребенка так смотрит на них и говорит, так, папочка, мамочка. Подожду. Чего-то вы еще не набрались знаний, мудрости, опыта. Вот давайте вам туда дорога, сюда дорога. Родители начинают искать методы. Кажется, что они ищут методы для того, чтобы вылечиться от бесплодия. На самом деле они приходят к какому-то развитию. То есть это опять же литература, какие-то семинары, еще что-то. И в результате начинается просветление самих душ, родителей. Да, вот вы знаете, многие пары этих знаний, ну у них нет. Но они вот как собачки. Вот у них чуйка развита, сенситивность настолько на высоком уровне, что они раз книжку открыли, что-то прочитали, к примеру, Лули, Вилму, зашло вовнутрь, начали трудиться. Какая-то там вот поездка на семинар, там какая-то подружка сказала. Они вот готовы везде и вся. Вот это надо было видеть жену моего брата. Совершенно без всяких знаний, совершенно без всего. Она вот как собака за запахом. Где она только не была, и по местам силы, и Греция, там нетленный этот лежит. Все, за детьми к нему ездят. И пошла через семейную психотерапию. И пришла к ребенку. Пришла, 6 лет ей понадобилось вот таких. И знаете, когда она пришла к ребенку? Когда врачи ей сказали, бесплодие, ЭКО. Только так, да? Только так, только ЭКО. Либо дом малютки, дом... И вы знаете, она вот как бы вот сказала внутри, да? И как-то с огромным спокойствием она сказала, это не про меня. И ушла. И забыла. Вот у женщин часто включается. Вот те женщины, которые по чувству уйдут, у них часто включается вот такой вот экстренный режим. Это не про меня. И вот тогда начинаются чудеса. Вот тогда начинаются чудеса. Ну, мы опять отступили немножко. Хотя нет. Не отступили. Все гармонично. Да, все гармонично. Гармонично. Вот единственное, вот я хотела спросить. А вот смотри, звездный уровень, да? Мы все про женское бесплодие. А вот оно отличается как-то? Есть же и мужские диагнозы какие-то. Может быть, здесь получается, смотри, вот ребенок ищет папу, да? А папа, папа, раз диагноз бесплодие. Да, бывает мужское бесплодие. Да, я об этом скажу. Я тоже к этому подберусь опять как кошка. Вы знаете, я хотела еще рассказать свой опыт. Вот я сейчас действительно есть проблема бесплодия. Но наряду с этим мы по телевизору, и даже Путин нам говорит, что прирост рождаемости, то есть рождаемость превысила смертность, когда это было, при таком наличии бесплодных пар. Действительно, так оно и есть. И чем это компенсируется? А вот это компенсируется, это компенсируется очень интересным образом. То есть, если 7 лет назад я гуляла, ну, уже не 7 лет, 9 лет назад я гуляла с сыном на площадке, и я гуляла с ним одна, то сейчас детей как горох на площадке. Я задаюсь вопросом, почему при таком наличии бесплодных пар? У меня в округе их полно приходят с этой проблемой. На самом деле, те пары, к тем парам, у которых уровень развития соответствует рассвету, дети стоят в очередь. И вот те, к тем парам дети спускаются и спрыгают один за одним. Много очень детей сейчас, пар многодетных. А трое, четверо детей уже никого этим не удивишь. У меня во дворе так точно. Ну да, и ты, и яркий тому пример у нас. Ну, да, одна из многих, одна из миллионов. А на самом деле уже приходишь, сидишь там в консультации, и пятый, седьмой, вот знаю, в соседнем доме живет мамочка, 12 детей. Поэтому к тем парам, которые соответствуют этому уровню, которые уровень души по вибрациям соответствуют, прям прыгают, прыгают, десантируются. Но одновременно, ну, ничего в этом страшного нет. То есть мы пришли к тому, чем отличаются пары, которые могут иметь детей от тех пар, которые не имеют детей. Вы знаете, даже вот те пары, которые только встал на путь вот какого-то самоизучения, самоокопания, самоисследования. А что это значит? А это значит, что они встали на путь развития божественного. И осознанной жизни. Да, пока что для них это видится как проблема. Они вот видят и задаются вопросом, за что, и начинают вот за что искать. А нужно задать вопрос, получается, почему, да? Задать вопрос, почему. И радостно и весело проходить свой урок. Вы знаете, вот пары, которые и вообще девушки, которые приходят в проект «Здравствуй, человек!» с этой проблемой, у них столько боли, столько горечи. Они вот от одного вида пары, у которых есть дети, уже теряют сознание. Настолько вот это вот желание, накопленное вот горечь, каких-то мытаний, скитаний. Может быть, мне, конечно, просто говорить, но одновременно с этим я видела примеры девушек, которые вот только встали на путь саморазвития. У них происходило самым чудесным образом различные исцеления, когда они вдруг беременели с такими диагнозами. Но я считаю, что этот урок нужно проходить все-таки веселее и радоваться тому, что ты, прежде всего, идешь. Потому что бывает такое, что, ну, выстрадал ты своего ребенка, если ты вот его выстрадываешь, пытаешься выстрадать. Да, ЭКО там еще что-то сделал. Добился любыми способами. Про ЭКО я расскажу, что это за технология, и это у нас будет уровень темной нами. Ну, то есть это наша следующая программа, будет передача. Да, это будет следующая передача. Это не совсем светлая технология, я о ней потом расскажу. Хотя через нее могут прийти светлые души, как исключение из правил. И они вот дошли-дошли до этого своего малышика, прекрасно родили, и встали, и остановились. И все внимание, и все, любовь, вся концентрация ушла на ребенка. Ушло внимание от папы к ребенку. Ушло внимание, прежде всего, от себя, куда я шла, куда я шел. Все, цель достигнута. Можно дальше, в общем-то, особо и не трудиться. И вот тут наступает череда и серия проблем, как правило. То есть несоответствие целей души целям родителей рождают серьезные проблемы, рождают серьезные заболевания. Я сейчас расскажу про это, и это вообще очень серьезная ступень. Если вы встали на путь, вот смотрите, что происходит. Что душа там на звездочке. Мои папа и мама трудятся. И в ладоши хлопает, в ладоши хлопает душа. Все, лечу. Я лечу, к вам на крыльях любви. И ангел спускается с крыльями. Ангел. Все. Сделали квантовый скачок. Притянули себе душу с высокого уровня, к примеру. И встали. Встали. Все, ушли в материальное. Пеленки, материально безбеспеченный ребенок. Накормить. Дать ему лучше. Игрушки. Да, да, да. Секции. Образование. И в погоне за этим забыли про себя. Что прежде всего ребенок это помощник. Ребенок это наш тренер, наш учитель. Чтобы мы дальше шли по пути своего развития. Ну и также индивидуальная душа, которая пришла с своими задачами. Да, и конечно у нее тоже есть свои задачи, как правило, высокие. Что происходит? И малыш не понимает. Как? Я шел не на это. Я шел не на это. И вот знаете, у нас был такой мальчик. Мальчик, у него шизофрения серьезная степень была в доме для душевных больных. Вы же не знали, что с ним делать. И вот что там происходит? Вот так же он спустился. Совершенно ангелочек. Так же он спустился. И вот родители в погоне за этим. А родители очень обеспеченные люди. В погоне за всем этим материалом. Совершенно забыли опять про себя, про пару. Что она должна строиться гармонично. Еще знаете, как вот в этой... Пара должна объединиться. Через ребенка. Они же... Объединиться в первую очередь друг с другом. Друг с другом. Чтобы дать вот это пространство именно для ребенку. Совместное. Мама и папа. Она становится одним целым. Они объединятся. Все, ребенок родился. Вроде... Ну, как правило, это делают женщины. Все, муж особо не нужен. Ну, становится... Ну, я, может быть, грубо говорю. Но так или иначе это выглядит так. Ну, и я прошла это с первым, с вторым ребенком. Когда был там... Была такая неосознанность, но... Такое внимание. Иерархия ценностей меняется. Милый, ты же взрослый. Да, здесь мы маленькие. Ну, сам позаботься о себе. И милый начинает потихоньку... Сам еще позаботься. Или искать того, кто может о нем позаботиться. Ой, ну, там много, да, причин. Туда уходить не будем. Да, много путей, куда может уйти милый, да. У него там много способов. Да, это уже на самом деле вопрос, а может, о женском. А ребенок, да. Ребенок кричит тогда маме по любимому его папу. И начинает их опять объединять через... Он начинает объединять их, как правило, да, через болезнь. Идти на дисквалификацию. Потому что родители, когда наступает болезнь, резко объединяются. Вот. И вот пример вот этого мальчика. И вот этот пример мальчика, да. И вот мы смотрим на Тонком Флане. И он нас... Он видит, что он не может... Родители не дают ему условия для выполнения своего предназначения. И он так любит Творца и вот небеса, так любит вот этот... Так желает идти по пути развития. К свету, да? Да. Он пришел, чтобы пройти определенный путь, извлечь определенные уроки. А у него этого не получится здесь. Он это видел. Он вот так делает взмах крыльями вверх. Это очень тяжелая история, да. Он делает взмах крыльями. Вверх уже все, говорит, ухожу. Ну, в мир иной. И смотрит вниз. И он так любит, полюбил уже родителей. И вот эти крылья у него сгорают, и он падает. И вот так происходит. Вот эти обгоревшие крылья для нас стали... Мы начали смотреть потом вот тяжелые заболевания у детей. У нас тоже много таких девочек вокруг. И мы начали смотреть. И вот эти обгоревшие крылья у них, у всех. Вот у тех, у кого дети с серьезными заболеваниями, это... Просто не смогли вытянуть родителей и не смогли уйти от них. У них нет задачи такой вытянуть родителей. У них задача внутреннее несоответствие. Не задача, а возникает внутреннее несоответствие. Что родители, когда звали, ну, фактически обещали одно, а на деле, когда пришли, когда там получилось другое, это важно все прорабатывать. Вот мы сейчас говорим, и многие радиослушатели могут сказать там, ой, ужас, что же там я или я натворила. Но на самом деле существуют технологии обнуления этого всего. И болезни уходят. Но это опять же касается развития родителей. Это опять же касается того, что они... Опять же литература, движения, семинары. Я буду давать аптечку в конце наших вот этих серий эфиров. Я дам аптечку, что мы конкретно советуем делать. Что вы наработали, да, и дало уже какие-то результаты. Так что, уважаемые слушатели, следите за нашими эфирами. Аптечка будет. Одновременно с этим это рождает и выкидыши. Вот эта же ситуация рождает выкидыши. Все задают вопрос. Ребенок пришел, а мне отдам. То есть, вот он может уйти еще, вот этот ангел уйти еще в утробе маминой, да? Да. Внутри находясь. То есть, осознав и понят того, что он не выполнит свои задачи, с которыми он уже пришел в воплощение, тогда происходит рождение. Одновременно с этим, да. Это более, ну, можно сказать, нет слов. Знаете, вот я пытаюсь иногда подобрать слова для каких-то ситуаций. Нет слов, они более грубые для того, что происходит на самом деле энергетически и на тонком плане. Ну, я все-таки буду говорить этими словами, можно сказать, грубыми. Это более щадящий урок для родителей. Уход на таком этапе, это более щадящий урок, потому что, ну, потому что. Потому что гораздо, да, гораздо тяжелее потерять детей. Да. И я сама пережила два выкидыша. И я могу на своем, конечно, опыте сказать, что, да, это призвало душу. Она тебе поверила. А потом ты уже на начальных этапах уже стал несоответствовать, ушел. Ну, у меня лично было это на тот момент. Пара находилась в таком нашем, в кризисе мощном. Мы, ну, были на фазе, там, предразвода. И я, ну, муж хотел уходить. И я тогда вот прям просто вытаскивала душу за уши, чтобы, ну, фактически под задачу сохранить семью, сохранить семью. И, в общем-то, звала... В этом и заключалась твоя осознанная беременность на этот этап, да? Ну, у меня такой осознанности не было. У меня была задача одна, хваткой любой, там, оставить, сохранить, сманипулировать. Ну, тогда у меня никакой осознанности не было. Это было еще до того, как я встала на путь саморазвития. А, то есть это чисто интуитивно было где-то как-то? Да. Да. Интуитивно. И поэтому... Ну, и получается, что дети, которых мы хотим, желаем, да, провести в этот мир, они для родителей как навигаторы, на которых нужно настраиваться. И очень внимательно слушать. Слушать, да. Что происходит. Чувственное восприятие мира должно... Первое, что мы делаем с девочками, да и с мужчинами, которые приходят в наш проект, мы начинаем их настраивать на чувственное восприятие мира. Это базовое, что вообще можно в себе открыть, чтобы решать любые проблемы, любые, не проблемы, уроки и задачи, которые нам нужно там пройти в этом воплощении. И говоря вообще о России, говоря вообще о славянах, ну, лично моё мнение, наверное, мнение многих и радиослушателей, в том числе, Россия – это то место на планете, откуда и начинается фаза мирового рассвета. И поэтому к нам, в Россию, к россиянам и к славянам стоят в очередь души, очень высокого уровня, и мне хочется призвать всех, давайте соответствовать. Ответственность большая, давайте соответствовать, души верят в нас, верят в вас, и давайте стремиться. Ну вот давай подведём, какие плюсы можно же извлечь из ситуации, когда не приходят дети на звёздном уровне? Какие вот плюсы для родителей? Плюсы. Ну, то, что вот нужно настраиваться на ребёнка, как навигатор, да? Это уже аптечка, да? Ну, это мы подводим наши беседы сегодняшние, небольшой такой. О чём сказали, о чём не успели сказать, да? О том, что встают на путь развития, и на том, что сейчас период расцвета, и нужно соответствовать родителям, вот этим просветлённым душам. Да. Да, ты права, Лен. Исходя вот из этого нашего исследования, что происходит, какие задачи себе душ ставит на звёздном уровне, у нас родилось определение бесплодия, своё определение бесплодия. Бесплодие – это духовная или душевная жизнь человека или пары на уровень или на несколько уровней ниже, чем они могут жить. Душа, которая планирует спуститься к конкретной паре, по частоте вибраций намного выше, чем частота вибраций, вибраций пары. Да, ну, частота вибраций, на которых находятся их папа и мама. И поэтому душа помогает просто дозреть, помогает дозреть папе и маме до определённого уровня. И вот Лен, ты говорила уже об этом, этот вопрос мне задавал. Вот я к нему подошла вот только-только, к концу эфира, но я попытаюсь немножко вкратце это всё обрисовать. Существуют мужские, мужское бесплодие и женское бесплодие. Женское бесплодие – это прежде всего болезнь сердечной чакры, болезнь сердца. Женщина не может изливать, не может быть дарящей, не может дарить любовь. И возникает в том, когда мы будем говорить про явный уровень, мы будем подробно об этом говорить, что там, как женщина конкретно в каких… ну, как она… по каким блокам она не может изливать свою любовь. То есть, там, к мужу, к людям, к детям, там, эгоизм и так далее. И существует мужское бесплодие. А мужское бесплодие – это прежде всего неразруленные отношения со своим мужским родом. Бывают разные ситуации. То есть, непринятие рода, как правило, рода, ну, конечно, рода отца, через который он пришёл. Как бы мужчина на себе замыкает и говорит там, типа, замыкает этот род, как бы, всё, печать ставит. И говорит, у меня не будет так, у меня будет иначе. Ну, вот такое непринятие рода. То есть, обетелся на своих папу, дедушку. Ну, прежде всего, движущая сила гордыни у женщин и у мужчин такая, знаете, исключительность. Я исключительный, не такой, не ошибусь, там, ну, они плохие, как правило, вот. Такие возникают чувства. И вы знаете вообще, что такое притянуть ребёнка? Что такое притянуть ребёнка вообще в явный мир? Это наивысшее творчество пары. У славян как это было? Это наивысшее общество творчества пары. Почему 16 детей должно было быть? Чертогов. 16 чертогов. А притянуть душу из каждого чертога, чтобы не каждый раз с одного, всех 16, ну и чего. Там, до-до-до-до-до-до-до-до, и у вас одно до, да? Там, и что ты сделаешь не из семи, но то и с одной. То есть, они пытались создать галактику вокруг себя. Да, то есть, души из разных чертогов. И вся информация была в одной семье собрана. Ну, это просто поразительно. И все могли давать свои лучи провести какие-то определённые. И чтобы это было створить, это нужно было обладать не просто знаниями какими-то телесными, да? Как провести телесно ребёнка. Нет. Это более глубокие знания. И мы потом будем, наверное, говорить об этом, когда будем говорить о... Как же начинается, малыш. Когда мы отойдём от темы. Ещё до этого нужно дойти. Да. Вот. Скажи, пожалуйста, сейчас нам уже пора заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Следующая наша тема, чему будет посвящена? Вы знаете, дорогие радиослушатели, знаешь, Лен, да, хотелось бы вообще, я подобралась как раз к тому, что происходит с парой. И как вообще пара... Не всё я сказала про звёздный уровень немножко. Немножко не договорила. Вот. Ну, в следующий раз я, наверное, закончу. Нет, ну почему? Давай подытожим нашу программу. Если мы сегодня посвятили нашу тему звёздному уровню, то нужно и сказать всё, что мы хотели сказать. Вот. Ну, спасибо, да. Выпросила я сильно себя ещё эфир. Спасибо. Я хотела сказать про вот это высшее творчество пары. Что такое? Ребёнок вообще должен приходить и приходит в пространство любви. В пространство любви пары. И пространство любви, оно создаётся женщиной. Всегда создаётся женщиной. И немножко расскажу про пространство. Да, вот девочка рождается, и она начинает дарить свою любовь. Мама её учит дарить свою любовь, изливать свою любовь. И вот она эту любовь изливает, изливает, вырастает. Она как бы учится, учится. И вот пространство вокруг неё любви становится всё больше и больше, шире и шире. И вот вдруг, вдруг оно расширяется до такой степени, что оно может включить мужчину. Приходит мужчина в это пространство. Вот, кстати, это вопрос об одиночестве. Это вопрос об одиночестве. Значит, женщина не может расшириться. Не может расшириться. Расшириться. Да, расшириться до такого уровня. Тоже интересная тема для наших программ. Ой, всё интересное. В нашем мире, в нашей жизни. Такое одиночество. Да, всё очень актуально. И всё. Расширилось её пространство внутреннее. Пространство любви до такой степени, что она раз, и вот, и приходит мужчина из ниоткуда. Не надо с собаками рыскать за своей половинкой. Она сама приходит. И вот она щёлкает. И вот они уже вдвоём. Она изливает на неё, на своего мужчину, любовь. И они вместе уже начинают генерировать. То есть он берёт эту любовь. И даёт ей поток. Творит из этой любви материю. Да, да. Мужчина одухотворяет женщину. И одухотворяет её тело. То есть он вносит дух. И вот к ним приходит ребёнок. И мы начали смотреть, что же происходит во время зачатия. Во время зачатия, что происходит с парой. Как она вибрирует, пара. Мы начали смотреть по чакрам. По чакрам, что происходит с парой. И сначала я не увидела, что происходит с остальными чакрами. Я увидела сильнейший зелёный столб. Между сердечными чакрами. Зелёный труба, если можно выразиться. В такой любви. И потом смотрю, а что с другими чакрами происходит? А они, знаете, флейта играет. И дырочки закрывает игрок. Переливается. Музыкант. Одноярца другая. Да, да, да. И музыкант играет на флейте. И музыка изливается прекрасно. То же самое с чакрами. Она то меньше, то больше, то ярче светит. И вот такая прекрасная вибрация. Музыка такая тонкоплановая. Частота, на которую спускается малыш. И чем красивее эта вибрация частотная, тем выше душу мы притягиваем. Это, если говорить о красоте правильного зачатия, если говорить о красоте пары, которая может иметь детей. Но что происходит с парой, которая не может иметь детей? Да, что происходит с парой, которая не может иметь детей? Опять же, мы смотрели с парами. Ой, с чакрами. Что происходит с их чакрами? И вот тут самое интересное. Поток верхний, седьмая чакра приоткрыта, через которую ходит поток. Дальше я буду брать основные чакры, семь. Не буду говорить про остальные, про ключевые скажу. Поток открыт, но не сильно. То есть через него поток заходит от рода. Очень мощно работает болезненно шестая чакра. Работает почему? Потому что много думают люди о своей проблеме, много размышляют. Зацепка происходит. Да, причем они не пытаются чувствовать, они думают, думают. И знаете, была одна девочка у нас, эксперт, да более жуткие в голове думают. Жутчайшими мигренями страдают. Пятая чакра, горловая, притуплена чуть-чуть. Люди много думают, но говорить, боятся о своей проблеме. Вот тоже часто, наверное, встречали те, кто не может иметь детей, когда у них спрашиваешь, ну что, когда вы там за своим малышом? Такая пауза повисает. Боятся, говорите, о своей проблеме, тяжесть внутренняя. Поток сердечной, сердечной чакры, он перекрыт. Ну, там очень она блеклая такая, очень, даже пленкой какой-то, можно сказать, накрытая. Третья чакра, это вот чакра воли, да, она тоже активно развита. Люди терпят. Они свою боль, там свои страдания терпят, натерпливают. И знаете, что самое поразительное? Что вообще поразило наше видение и, можно сказать, воображение, если вот кто будет это представлять, поразило видение, вообще вид второй чакры. Ну, это вот чакра половая, сексуальная энергия, энергия жизни, из которой изливается. Вот знаете, ее вид такой, как будто она огромная, она как будто разорвана. Она, вот такое ощущение, что вот взяли туда, положили гранату и взорвали. То есть, совершенно раздрызганная, если можно так выразиться. И прям от нее сзади идет качалка, труба в иерархии материстических сил. То есть, чем больше мы делаем ребенка, чем больше пара делает ребенка на физическом уровне, тем больше она скачивает энергии вниз, умеры темные нави. То есть, такая пара бесплодная, которая вот таким способом пытается зачать ребенка с помощью только физического тела, это просто еда. Давай быстрее, у меня пять минут. Сегодня такой день, да, я в обеденный перерыв прибежала. Ну да, они там высчитывают, высчитывают. Ну, там много, на самом деле, проблем своих там. И призыв такой прям хочется сказать, хватит делать детей. Не надо делать детей. Да, творите себя, творите свою душу. И ребенок, он тоже для развития. Он не для того, чтобы доказать, что я там женщина, что я могу, что я способна, что я могу сотворить его. Не для того, чтобы сохранить совершенно ребенок. Он для развития пары, для развития себя и пары. Да, очень красиво ты, Катя, рассказала нам об этом. И те, кто могут это увидеть, и те, кто не могут увидеть, услышали, надеюсь, на нас. Ну, а сегодня мы заканчиваем нашу программу. Следующая наша встреча будет посвящена... Следующую встречу я бы посвятила уровню родов. Что происходит, когда все-таки душа прошла путь звездный, и все, уже готов спуститься по своей горке, по своему роду папы, конкретной паре, и что за заминки происходят там. Почему на горке, когда вот уже лети, препятствие возникает. Наверное, об этом расскажу. И, может быть, если будет, останется время про мир явный. Что происходит конкретно с нами, как мы сами замедляем. Вот мы в явном мире. И у нас важный вопрос, конечно, мир Навный, темный Нави. Что, как, какую роль он играет. Да, сейчас зададим вот такую вот интригу для наших слушателей. Ну, если позвольте, одну минутку, да, еще скажу. Уже закончу конкретно про звездный уровень. Еще одной из глобальных причин, почему не приходит душа в явный мир с точки зрения звездного уровня, является кармические уроки прошлых жизней. То есть, если мы кармически в прошлых жизней отказались от вселенских законов рождения, то есть сделали какое-то преступление, опять грубо скажу, против жизни, против рождения. Это множественные аборты в прошлой жизни. Множественный отказ совершенно от рождения, от детей, от шельничества. А там от шельничества, ну, побег такой, там, либо самоубийство. Это все будет нам мешать, препятствовать в этой жизни. Поэтому, как это проработать, вот скажут люди, да, как это проработать, если мы там не видим, не знаем, что мы там в прошлой жизни накролесили. Ну, это можно сделать в медитациях, в различных. Мы еще употребляем такие технологии, как тонкий план. Через тонкий план делаем перепросмотр прошлых жизней, извлекаем уроки, очищаем себе путь души. И через писанки, мазанки, известные славянские технологии можно это все выписать, вымазать и сжечь. Правда, ты уже тоже рассказываешь о птичках. Ну, да, это вот уже на звездном уровне. Потому что нельзя же людям сказать, что все так плохо. Что все так плохо. То есть помочь можно. Надо сказать, что еще можно там дать какие-то технологии. Можно и самому себе помочь. И обязательно нужно просить помощь у тех, кто видит, чувствует, понимает и готов. Я думаю, кажутся такие люди. И не обязательно искать каких-то там метров и так далее. Рядом окажутся люди, которые всегда помогут и подскажут. И, конечно, технология письма во время выписывания. Письмо своей прошлой жизни. И начали. Блам-блам-блам-блам. И что-нибудь обязательно придет. За что можно попросить прощения. Что-то придет. Что-то вспомнится. Что-нибудь напридумывайте. Вот. Все. Спасибо. Я все рассказала сегодня про звездный уровень. И надо сказать, поблагодарить тебя, Лен. И поблагодарить радиослушателей. Я в прошлый раз очень волновалась. Первый опыт у меня такой был. Вот сегодня я как-то реабилитировалась. Да, мы благодарим тех слушателей, которые с нами. Уже вторую программу, вторую передачу. Обязательно следите за эфиром. Слушайте про следующий уровень рода. Мира и добра, любви и света вам и вашим семьям. С вами были Елена Андреева и Екатерина Нагаева. Спасибо. До свидания. До следующей встречи. До свидания. До свидания. Русская радио Русская радио Все нужно, все важно.